В Югре станет больше студентов-нефтяников. Для этого в Кагалыме возводят образовательный центр. Это филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Его строительство – плод сотрудничества Министерства науки и высшего образования России, компании «Лукойл», правительства региона и Пермского края. Готовность центра принять первых студентов оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Сегодня она работает в Кагалыме. Подробнее о визите расскажет моя коллега Наталья Соловьева. Она выходит на прямую связь со студией. Здравствуй, Дмитрий. Масштабы будущего образовательного центра в Кагалыме действительно поражают. Это первый такой объект в округе, где будут готовить специалистов именно нефтегазового профиля, то есть геологов и технологов, и которые возводят с нуля, а не на базе уже какого-то существующего учреждения. Наталье Комаровой сегодня показали, как будут выглядеть комнаты в будущем кампусе. Вообще в образовательном центре будет два общежития на 380 мест, своя столовая, спортзал, лаборатории, и все эти помещения соединяет теплый коридор. Сдать объект обещают уже в 2023 году. Монолитная работа закончена. Киспичная кладка выполнена, которая выполнена. Делается с оботочностью электромонтажной и отопление системы отопления вода тюрьмы. Здесь применены решения проектные по монолитным работам, которые уникальны. Это подвесные мосты, переходы, амфитеатры, конфигурация монолитных работ, то есть не прямо перпендикулярные, как у нас в домах, а все, то есть практически нет прямых линий. Также Наталья Комарова приняла участие в открытии экспозиции под названием «Преображенная природа» в культурно-выставочном центре Русского музея в Когалыме. Это единственный такой филиал Русского музея, который вообще существует в нашем округе. Он открылся два года назад, и это его уже четвертая выставка. На ней представлены работы Айвазовского, Куинджи и Саврасова. Наталья Комарова также сегодня возложила цветы к памятнику Валерию Грайферу. Это выдающийся нефтяник, который в конце 80-х, будучи руководителем глав Тюмень геологии, внес неоценимый вклад в развитие нефтедобычи в нашем регионе. На этом у меня все. Спасибо за информацию. На прямой связи со студией была Наталья Соловьева. Она работает в Когалы. На прямой связи со студией.